Тумсо, приветствую с Америки, всех благ и надеюсь увидеть тебя президентом нашей свободной Чечни. Это как, знаешь, сказать, что сегодня, если бы провести честные выборы в республике, то Рамзан Кадыров бы победил. Они уже нечестны. Кадыровцы полагают, что этот парень родом из селения Старой Атагии Грозенского района и опять целую фамилию Эль Мурзаевых, они похитили и удерживают их сейчас в МВД по городу Грозный, по моей информации. Так, находясь в Европе, как выйти с тобой в том зону на связь? Неважно, где ты находишься, на связи со мной можно выйти через бот обратной связи в телеграм-канале. Ссылка есть здесь в описании на мой телеграм-канал. Но здесь очень важно понимать, что ты подразумеваешь под связью. То есть донести какую-то информацию, сообщить, если там тебе необходимо может быть какая-то помощь, которую я тебе могу оказать, об этом нужно написать. Просто многие не совсем правильно понимают суть бота обратной связи. Многие считают, что это просто инструмент, в котором ты должен написать «Салам алейкум», «Выйди на связь». Или ты пишешь «Салам алейкум», «Как дела?» И тебе на это отвечают «Валекам салам», «Все хорошо, как у тебя». Но мы не друзья с тобой, в школе вместе не учились, одноклассниками не были, в одном дворе не рассыпались. То есть не такой формат должен быть. Формат связи, бота обратной связи – это «Я такой-то, такой-то, если хочешь представиться». Не хочешь, я вот по такому-то поводу, такая-то, такая-то, излагаешь то, что ты хотел изложить. Если нужна помощь, излагаешь опять и какая нужна помощь. Я уже смотрю, могу я ее оказать или нет. В общем, это надо использовать с умом. Этот инструмент тоже нужно использовать с умом. Через Хасана. А вот, кстати, через Хасана тоже можно. Хасан говорит, что встретит. «Тумсо, приветствую с Америки, всех благ и надеюсь увидеть тебя президентом нашей свободной Чечни». Говорит. «Я тоже приветствую тебя. Спасибо тебе, конечно, за такое пожелание, но что-то не верится мне, что она... Короче, ладно, я не буду скептиком, я не хочу быть... Я хочу быть оптимистом, поэтому я не хочу, не претендую на какие-то должности президента и так далее, но мне бы, конечно, хотелось бы какую-то полезную роль играть в нашем государстве, для нашего общества». «Тумсо, что да, деда у них были? Вирд, Хэйна, Вирдя, Адарашу или вы за хаттабский ваххабизм?» «Да, мой, мой, да, деда были за хаттабский ваххабизм?» «Да, на самом деле, конечно, нет. И мой отец, и мой дед, они тоже были последователями кунта-хаджинского дариката Вирда. И, наверное, уже с моего поколения мы перестали этому следовать». «Тумсо, я думаю, если бы даже выборы в России были бы честными, то все равно выиграл бы Путин. Может, проценты были бы чуть другие». Смотри, ты рассуждаешь об этом из нынешней действительности. То есть, как ты можешь судить о том, что Путин бы выиграл? Ты об этом судишь по той картине, которую ты сегодня видишь, когда нет никаких выборов свободных, нет никакой агитации, любая оппозиционная деятельность просто задушена на корню. Ты понимаешь, что если бы были реально выборы свободные, то это не просто, то есть невозможно такого, чтобы все, как сейчас существовало, но сами выборы были честные. Такого быть не может. Если бы, если выборы честные, то это подразумевает, что и борьба политическая тоже честная. И она, в принципе, есть. Есть дебаты, есть эфирное время, есть агитация. То есть, это все подразумевает. И вот если бы это все было, то мы не знаем, как на самом деле, какие были бы успехи у тех, кто занимался бы этой политической агитацией. Просто я помню, до 2018 года, за год до выборов 2018 года, Алексей Навальный тогда объявил президентскую программу, что он собирается баллотироваться, и начал очень активно ездить, работать. И там успех у него был очень крутой. И вот представьте, если бы и другие, допустим, имели бы такие же возможности, их никто бы не давил, то есть была бы реальная политическая конкуренция, то мы не знаем, как бы это выглядело. Поэтому сейчас об этом судить не совсем правильно. Это как, знаешь, сказать, что сегодня, если бы провести честные выборы в республике, то Рамзан Кадыров бы победил. Но нельзя провести честные выборы, когда нет никакой политической борьбы, борьбы, нет вообще доступа к политическим дебатам, к эфирам, никаких доступов, ничего вообще нет, никакой агитации ты вести не можешь. А потом представить, что эти выборы сами по себе честные. Они уже не честные. Даже если там подсчет будет сделан честно, все равно эти выборы сами по себе не честны. Так, еще одна важная тема, тоже связанная с машинами. В начале этой недели в Грозном, в микрорайоне, была сожжена машина марки Нива с номерами Дустом и наклейками К-13. Это Дустом, это прозвище сына Рамзана Кадырова, бывшее прозвище самого Рамзана Кадырова, но, видимо, по наследству перешло его сыну Адаму. И К-13, это тоже его какая-то там фишка. В общем, все приближенные к нему, люди, которые там как-то себя причисляют к этому пацану, обычно какие-то молодые ребята, они такие номера себе делают, наклейки делают, одежду с принтами подобными носят. И даже вот Хамзат Чемаев тоже здесь, в Швеции, взял себе номера с надписью Дустом. Тоже относит себя к этому Адаму Кадырову. Так вот, значит, Нива с этими номерами была сожжена. Парень, который сжигал эту машину, поставил камеру, снял этот процесс на видео, облил машину бензином, поджег. И, в общем, после этого, естественно, они начали искать, видимо, хоть там и не видно было его лица, но, видимо, по одежде они там как-то, по другим камерам видеонаблюдения, в общем, как-то они пытались его найти. И, насколько мне известно, я, кстати, не знаю, кто этот парень, имейте в виду, я не знаю, откуда он. Но Кадыровцы полагают, что этот парень, родом из селения Старой Адагии, Грозненского района, и опять целую фамилию Эль Мурзаевых, они похитили и удерживают их сейчас в МВД по городу Грозный, по моей информации. Они считают, что парень, совершивший этот поджог, является членом их семьи. Я не могу это подтвердить, я понятия не имею, так это или нет, но Кадыровцы так считают. И, в общем, сейчас они целую семью удерживают, пытаются с помощью репрессий в отношении семьи заставить парня прийти. Я не знаю, на данный момент этот парень пришел, он и пришел, поймали, в общем, пока нет никакой информации. Последняя информация, что вся эта семья уже на протяжении нескольких дней похищена и подвергается пыткам в ОМВД по городу Грозный. Субтитры создавал DimaTorzok